Один из немногих туристических комплексов на Курской косе – отель с рестораном и широким спектром развлечений, работающий и имеющий свою клиентуру. Этот объект достался его собственнику, одному из региональных банков, от клиента, не выплатившего кредит. Желая развивать объект, новый хозяин решил стать первым резидентом особой экономической зоны на Курской косе, но остался единственным и не состоявшимся потенциальным инвестором. Планы банка и чиновников не совпали. Объем инвестиций мы предусматривали где-то в районе 300 миллионов рублей. То есть планировалось построить марину, планировалось построить коттеджи, инфраструктурные объекты, СПА, то есть превратить это в такой большой полноценный комплекс. И со своей стороны мы рассчитывали в соответствии с законом и как резидент получить полностью готовую инфраструктуру, то есть электроэнергия, очистные сооружения, дороги. Частный инвестор был готов решить и госзадачу построить на Курском заливе погранпереход и передать его в государство. Но получил отказ. Инвестировать на косе разрешили только в строительство с нуля и только на трех специально отведенных участках. На разработку концепции развития этой территории в свое время потратили около 50 миллионов рублей. При этом чиновники предпочли не заметить, что выделенная для инвесторов земля уже находится в долгосрочной аренде. Инвестор же не похож на такого вот человека, которому говорят, вы приходите, пожалуйста, начинайте строительство, а потом мы разберемся с землей, утрясем эти все вопросы земельные. Все знают, что земля на косе, красиво сказать, по цене героини стоит. Поэтому не думаю, что инвесторы отказывались бы от такого роскошного предложения. Общий объем инвестиций, которые планировалось привлечь на косу, около 4 миллиардов рублей. Они позволили бы не только регулярно проводить берегоукрепительные работы, но и развивать полуразрушенные поселки национального парка. Но деньги уникальный российский заповедник потерял. И в основном из-за несогласованности между федеральными министерствами – экономики, природы, обороны, спорта и туризма, каждая из которых лоббирует на побережье свои интересы. Четыре министерства. Они не могут между собой договориться. Они дают разные заключения. Порой заключение совершенно противоположно. Ну не может быть на одном отдельном участке земли территории столько ведомств, которые пытаются управлять. Но это невозможно. И причем, что самое главное, правительство Калининградской области вообще никак не может зайти туда и никак не может высказать свое мнение. В сезон Курскую косу посещают около 30 тысяч человек. И это несмотря на нехватку мусорных контейнеров и туалетов, необустроенные пляжи и скудную туристическую инфраструктуру. Сейчас только на восстановление прибрежной территории после недавнего шторма нужно около 200 миллионов рублей. Власти региона готовы выделить эти средства из областного бюджета, но у них нет полномочий вкладывать в Курскую косу. А туристическую зону теперь планируется перенести в другое место. Тоже на побережье, но туда, где земля и власть в одних руках. И тогда правительство региона сможет без оглядки на федеральный центр развивать свои территории. Жанна Меллер, Наталья Красакова, Калининградская область, Курская коса. Специально для РБК.